Танк «Пантера» разрабатывался в подражании «Тридцатьчетверки», но он был мощнее и лучше вооружен. Ведь у нас тоже были предложения создать, их даже создали, гораздо более тяжелые и мощные машины, чем Т-34. Их предлагали на вооружение, одно даже формально приняли на вооружение. Но серийного производства так и не было развернуто. Ну, известная фраза Иосифа Виссарионича Сталина, обращенная к главному конструктору Мороза о том, что вы сделали хорошую машину, имелся в виду танк Т-43. Но у нас уже есть хорошая машина Т-34, совершенствуйте ее. Но я не верю в такую прозорливость Сталина. Просто в наркомате танковой промышленности собрались главные головы страны. Русский танк Т-34 в корне отличался от немецких шедевров простотой производства и технологичностью конструкции. Это позволяло активно использовать труд женщин и подростков. А в Германии новые машины по-прежнему рассчитывались под высоко квалифицированных немецких рабочих. Наши танки дешевле, чем любые западные. Все нужно, ничего лишнего. Иногда в лишнее попадает то, что, честно говоря, хотелось бы иметь. Но если мы будем строить по принципу все, что необходимо в этой технике, то у нас просто не будет нужного количества. То есть по одежке протягиваем ножки. Потихонечку это выстраивается характер инженерной школы. Да, у нас стараются никогда ничего лишнего не закладывать в технику. Все, что может ее усложнить, удорожить. Но при этом эта техника должна выполнять свою основную функцию. От того, что не на каждом челябинском тракторе есть кондиционер, не значит, что эти трактора не могут пахать. Они отлично пашут. Но кондиционер есть не везде, это верно. Немцы свои машины буквально языком вылизывали. У них великолепная трансмиссия, великолепные двигатели. Но германская экономика просто разорялась от каждого этого танка, великолепного Порша. Ну, мы просто так интересу ради просчитали. Выяснили, что 5,5 тысяч пантер по трудности производства, по затратам, соответствуют всем 34-кам нашим. Всем до одной. Но по боевой мощности не соответствует всем 34-кам. То, что немцы не смогли или иначе не захотели производить такое же количество танков, понадеявшись на супермогучие машины, это говорит о неверно принятых решениях. Пусть наши танки будут самые мощные. Пусть враг дрожит. Враг не задрожал. Продолжение следует...